Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как бороться с праздностью? Много свободного времени, непонятно, чем его занять, как себя употребить правильно. Знаете, как с любым другим грехом, противоположное ему добродетелю. Если вы считаете свою жизнь праздной, то наполните ее трудом. Труд — прекрасный добродетель. Трудиться можно по-всякому. Толкователь Священного Писания Феофилак Болгарский говорит в толковании на молитву Отче Наши, что оказывать милостыню можно не только деньгами, но и физической помощью. И не только физической помощью, но и словом. А если и на слова нет сил, то и молитвой. Вот видите, какие четыре направления жизни, которые не праздна. Поэтому попробуйте найти себе применение. Мы, к сожалению, в России пока только развиваемся социально. У нас раньше все попечение брало государство в советское время обо всех на себя. Теперь это не совсем так. Но вот мы потихоньку-потихоньку растем. И если в западных государствах, которые мы все время ругаем, в той же самой Америке, порядка 90%, я не помню точно статистики могу, я склонен к преувеличениям, входит в некие социальные организации, действительно, часть своего времени и силы, средства, денег тратит на социальные проекты, то у нас этот процент дотягивается, слава богу, уже к десяти за последние годы. Но есть множество сегодня прекрасных организаций, волонтерских объединений. И у Русской Православной Церкви только сейчас более 4,5 тысяч социальных проектов в разных городах, в разных сферах. Так что бросайте праздновать и присоединяйтесь к спасительным делам милосердия. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...